И сегодня же глава крупнейшего финансового института России Герман Греф сделал очередной громкий прогноз о судьбе самих банков. Они могут прекратить свое существование в том виде, в котором они работают сейчас, так как большая часть их услуг будет предоставляться в электронном формате через интернет, что уже сейчас становится привычным для многих банковских клиентов. По мнению Грефа, чтобы выжить, банкам необходимо постоянно генерировать и внедрять современные инновации и технологии. Только так можно оставаться конкурентоспособными, считает глава российского Сбербанка. В профессиональном легкогоне финансистов есть даже такое понятие, как подрывные технологии, те самые, что подрывают основы традиционного банкинга. Единственный способ защититься от упадка, уверен Греф, внедрять инновации. Чем, собственно, и занимается Сбербанк. В ближайшие годы здесь планируют отказаться от пластиковых карт, в том числе и в Казахстане. К сожалению, сегодняшние технологии уже позволяют фактически полностью отказаться от услуг традиционных банков. Шансы банковского сектора сохраниться в сегодняшнем мире, в сегодняшнем виде оценивают как нулевые. А вот в каком-то виде сохраниться все-таки, трансформировавшись очень сильно, став высокотехнологичными компаниями, оказывающими в том числе банковские услуги, я думаю, что такие шансы есть. Управление личными финансами, цифровой валютой, технологии так называемой блочной цепи, это блокчейн. Мы здесь в последние лекции получили вообще понимание того, что Банк Англии создал рабочую группу из специалистов в области блокчейн, и они попытались оценить все сферы применимости и последствия применимости, как виртуальных валют, так и блокчейн для макроэкономики в целом для финансового сектора. Но вывод очень интересен. И для нас вывод из применимости технологии для финансового сектора заключается только в том, что банкам места нет. То есть в технологии блокчейн, если она будет доведена в ближайшие, а это не ближайшие 10 лет, это ближайшие 2-3 года максимум, по всем прогнозам, может быть построена так называемая одноуровневая банковская система, когда прямо в Центральном банке с момента рождения каждому гражданину открывается счет, и все операции в блокчейне не могут быть и защищены достаточно, так как это распределенная регистрация всех сделок. И если скорость их будет повышена, то, в общем, честно говоря, это для нас, ребята, очень плохая новость.